Всем привет, друзья! Меня зовут Сергей, и сегодня хочу вам показать, как можно сделать простой фрезерный стол своими руками за 5 минут. Присаживайтесь поудобнее, потому что результат действительно очень хороший. Вам желаю приятного просмотра, ну а мы погнали! Работ будем сегодня с фанерой. Это остаток от верстака, и пускаем его на полезные приспособы. Толщина фанеры у меня в 16 миллиметров. Одна сторона фанеры чуть больше 80 сантимов, а вот другую размечаем на 50 сантиметров и отрезаем заготовку. Разметку делаю следующим образом. На ширину правила отчертил линию. Это место будет для фиксации всей платформы. А остальной кусок черчу по диагонали и нахожу центр. Фрезер буду встраивать маленький. Он аккумуляторный, особой мощи, конечно, не выдает, но для домашних работ пойдет. Снимаю с него платформу и переношу на фанеру. Делаю разметку и засверливаюсь сверлом на 4 миллиметра. Фиксирую площадку на пару винтиков. Для удобства зажал лист фанеры в тиски и закручиваю болтики. Вставляю тушку фрезера и делаю центральное отверстие. А уже после зайдем сверлом на 40 миллиметров и расширим отверстие побольше. Добавил 4 отверстия сбоку. Именно через них и будем крепить столешницу к вихстаку. Это крепеж самый простой, банальный и каждому доступный. И с помощью него этот столик можно будет таскать по любой точке мастерской. Да и не только. Можно и вытащить на улицу. Осталось сделать параллельный упор. Для этого я распустил кусок доски, чтобы получить максимально ровную направляющую. Ее крепим обычным саморезом. Ну и вот. Все готово. Быстро, просто, мобильно и каждому под силу. Для домашних задач вполне годное приспособление. В одном из следующих роликов покажу, что я задумал для мастерской. Как раз на этом столе будем делать заготовки. Поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие видео. Пишите также свои мысли в комментах. Что думаете, как вам такая самоделка? Поставьте лайк. Вам не сложно, ну а мне реально приятно. Ну и это помогает немножко продвижению видео. Всем добра, позитива. И надеюсь, что такая самоделка кому-нибудь пригодится. Лично меня она выручила. Еще раз спасибо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok